Привет! Здорово! Как дела? Давайте, подключайтесь. Чё-то мало вас. Где все? Я ждала тебя, так ждала. Ты был мечтою моей хрустальную. Угнала тебя, угнала. Ну и что же тут криминального? Да, чё-то не густо, блядь, не густо. А я ждал, что вас сейчас сто человек прибежит, и вы будете кричать, о, великий валерон, как мы рады тебя видеть. Да. Короче. Короче. Записали видос тренировки рук. Так что, вы это... Вам понравится? Я был вчера один. Никаких коробковых со мной. Только я, и снова я, и снова только-только я. Вот. Димас, короче, всё хорошо, так красиво записал. Выбрал охуенные ракурсы. Вы сможете оценить меня со всех сторон. Как я чертовски хорош. Вот. Сможете посмотреть, как я треню руки. Сможете посмотреть технику. Сможете посмотреть и обратить внимание, в какое количество повторений я работаю. Я там немножечко дал комментариев, почему я делаю так, а не вот так, и ещё вот так, а не вот так. Ну, и, конечно, как всегда, обосрал классических бодибилдеров. Почему я обосрал классических бодибилдеров? Обосрал, потому что эти подонки метают в меня говно. И я этим очень удручён. Ну, видос ещё монтируется. Только вчера сняли. Это же нереактивно. Ждите в понедельник, скорее всего. Вот. Почему? Почему они метают в меня говно? Я этим крайне-крайне недоволен, хочу вам сказать. Мне передали, передали мне, что два классических бодибилдера, которые очень хотели быть супертяжеловесами, сказали, что я абсолютно засинтоленный чутак. Меня это потешило. Объясню даже, почему меня это потешило. Потому что они классические бодибилдеры, и у них не растут мышцы. Вот. По этой причине они считают, что если у кого-то другого эти мышцы выросли, то это значит, что эти мышцы засинтолены. А вот хуй! Это не так. Просто у некоторых мышцы растут. Это первое. Второе. О, Вика! Вика, молись на меня. Падай на колени и молись. Но отстань, пожалуйста, от меня с витаминами. Если не отвечаю, значит, мне не интересен твой вопрос. Дальше. Значит, первое. Эти мышцы растут. Второе. Для того, чтобы эти мышцы росли, я делаю очень-очень много. Вот. И если я в состоянии делать очень-очень много для того, чтобы мы эти мышцы расти, растить, а классические бодибилдеры не в состоянии их растить, то синтол нужен им, а не мне. Значит, как, собственно, доказать, что во мне его нет, да, очень просто. Тогда, когда я пойму необходимость его использования, вы увидите, блядь, резкую добавку в мышечных объемах у меня. Как в дельтах, так и в руках, так, возможно, еще и в голени, и хуй знает еще где, если где-то понадобится его применять. Резкое увеличение, блядь, объемов. Сейчас вы нигде не видите у меня резкого увеличения объемов. У меня плавненько, везде, потихонечку все добавляется. Это значит что? Что я молодец. Это первое. Второе. А у меня дельта, потому что и так сильная мышца, поэтому, блядь, я же не виноват, что у них дельт нет, а у меня небольшие. Вот. Что я хотел сказать? Да. Я хотел сказать, что там довольно будут крупные планы. Ну, я Диму специально попросил, нашего оператора, чтобы, когда он снимал, ну, там вот вы увидите, там будут упражнения сгибания поочередно рук на скамье скота, концентрированное, да, на пик бицепса. Вот. Дима это все очень хорошо снял, и вы увидите, что, ну, в принципе, качество на данный момент позволяет, я имею в виду мое качество, показать вам то, что у меня волокна видно на мышцах, да. Осведомленные люди понимают, что если мышца сильно засинтолина, то там уже не то, что волокон не видно, там даже динамики движения мышцы не видно. Ну, посмотрите на своего любимого Рича Педриану. Вот. У Рича Педриану, у него, когда он шевелит, например, кистью, да, делает какие-либо движения ей, ну, ротационные, то у него не приходит в движение бицепс-трицепс вообще, то есть они висят, как кусок говна такого, знаете, и как бы, ну, динамики движения мышцы нету, и нет ее сокращения. Вот. На мои великолепные руки вы сможете посмотреть в этом видео и обратить внимание, как там пизда-то бегают волокна, как там все охуенно сокращается, и у вас потекут слюнки. Да, да. Вот. И потом можете скинуть ссылочку на это видео, когда я его запощу вашим, вашим многоуважаемым классиком, и тогда, соответственно, блять, пускай они заценят, где там у меня синтол. Дэн Борисов говорил. Дэн Борисов бы что-нибудь сначала себе бы уколол, чтобы знать, о чем он говорит. Зато Рич живет солидно. Ты знаешь, Элишер Усманов живет солиднее, чем Рич. И что? А я думаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев тоже живет довольно-таки солидно. И у него вообще нету ни бицепса, ни трицепса. И как-то он по этому поводу не переживает. Так что, чувак, ты хуйню сейчас какую-то пропарил, блять, про Рича Педриану. Фил Хит тоже живет солидно. А у Фила Хита есть мышцы. Я разморозил этот канал просто одним движением, блять, руки. Взмахнул и разморозил его полностью. А, да, что еще меня удивляет, блять? Удивляют комментарии убогих, блять. Мы все так же угораем над ними все дружно. А-ля... А у меня во дворе есть боксер. Он весит пятьдесят килограмм. Из двоечки его ты ляжешь. Хочется сказать, зачем же ты, блять, пристаешь ко мне со своим боксером? Зачем вы пристаете ко мне с нефункциональностью мышц, блять? Это не ко мне, сука. Меня это не интересует вообще. Меня интересует только, блять, объем, детализация, блять, качество моих мышц. Меня не интересуют боксеры. И борцухи тоже не интересуют. Вот это, к сожалению, блять, очень грустная новость сегодня, которую я прочитал еще утром. Но, к сожалению, к сожалению, да. Земля пухом, как говорится ему. Вот. Тренируешь народ оффлайн? Если да, то в каком клубе? Да, тренирую онлайн. За одну тренировку меньше пяти тысяч рублей не беру. Поэтому и думаю, что для тебя этот вопрос закрыт, скорее всего. Да, да, я знаю, я знаю. Ну, на то он и Мухаммед Али. Таких людей мало. Халатест. Я пробовал халатест, конечно. Но это жесткая вещь. Такие вещи нужно, если использовать, то только на подготовке. И то десять раз подумай, стоит ли. Потому что показатели печени будут зашкаливать, поверь. А если бы ты знал, сколько я его ел? Да, силовые подрастут. Проходит твоя консультация. Скайп, контакт или как-нибудь еще. Как правило, я консультирую вконтакте. Ты пишешь мне свой вопрос. Я его читаю. Если понимаю, что на твой вопрос я могу дать развернутый, понятный, подробный для тебя ответ, я за него, соответственно, берусь. Сначала ты переводишь мне деньги. Я говорю, да, окей, отвечу. Консультация будет стоить столько-то тысяч. Ты переводишь мне деньги на карту, я тебе пишу развернутый ответ на твой вопрос. Если у тебя возникают какие-то дополнительные вопросы, связанные с этим, с твоим вопросом, я даю дополнительное разъяснение. Все. Ты счастлив, я получил деньги. Все очень просто. Вот вчера, ну, есть ребята, которые в Алексеево приходят ко мне, прямо на бумажку под запись все записывают. Так тоже можно. Мне не сложно. Как правило, консультация занимает где-то минут 30, если под запись на бумажку все пишется. Ну, в принципе, вконтакте то же самое, блядь. Такие дополнительные вопросы также. Нет, я не делаю скидку, мне все равно кто-то. Нас на зал было замазать. Вот такие провокиты. Ну, и такая хуйня, кстати, может быть, да? Вполне. Привет, привет. Чего-то сегодня девок мало. За скидкой ко мне. Распишу программу за тысячу. Обращайтесь, давно турах. И Валерон дорого берет. И я распишу дешевле. Гостюнин ушел с Боди и пошел куда? Кстати, спасибо, Роман, что ты просветил нас. А то мы-то думали, куда Игорян ушел. Куда же он? Где же? Где же Гостюнин? И тут пришел Игорян и просто сказал, говорит, Гостюнин ушел с Боди. Ой, ребята, забейте вы на музыку, блядь. Наушники воткнули себе в уши и похуй вам, что в зале играет. А мне вообще похуй, что играет. Он вообще в этом плане космонавт, конечно, если честно. Где все девки? Спроси Скоромного. Это перископ. Ты где-то видел здесь в этом перископе, что было написано? Перископ Андрея Скоромного. Аптечный фарминг. Где же он ее найдет? Обожаю вашу трансляцию. Соня, ты девушка, правда? Рядом у меня две девки. Ох, ты ж красавчик-то какой. Две девки у тебя рядом. А у меня только резиновая кукла. И та уже вся затертая на дыр. Ну ладно, хоть Соня пришла. Жена и дочь красавчик, молодец. Вместе с тобой смотрят мою ужасную трансляцию. Две близняшки. Две близняшки, это было бы круто. Слушай, да отстань ты от меня. Мне что-то еще, блядь, ссылку на перископ Щукина дать, блядь. А где Скоромный? А где Щукин? А где Гостюнин? Вы ебанутый, что ли, блядь? А зачем вы ко мне заходите тогда? Вообще я не понимаю. Красавчик, то, что в наушниках-то, правда, правильно, а то я тут такую хуйню несу. Че, глаза не накрасил? Бля, сегодня что-то не знаю. Ребят, экономлю на туши. Дело дорогое. Капельницы. Вот Васип нашел мне того, кто будет их ставить, блядь. Теперь буду вызывать, сука. Крайний раз медсестра пришла, блядь, и сделала мне три дырки. Продырявила мне вены и ушла. Я охуел. Здорово, Владимир, здорово. Блин, как сердечек-то сегодня вы мне много шлепаете. Прям приятно, приятно. Хавать, да, вот буквально сейчас уже собираюсь. Завтрак-то уже был. Ну, какой казеин лучше ж, сыворточный или сычужный, или тот и тот же. Господи, что ж ты такое говоришь-то? Казеин лучше всего жрать чистый, блядь, самый что ни на есть. Я Вас удивлю, кто-нибудь из Вас когда-нибудь пробовал протеин? Протеин казеиновый, который реально практически на полностью, блядь, 100% состоит из чистого казеина. Скажите честно, кто-нибудь такой пробовал когда-нибудь, нет? Спорим, не пробовали. Вы даже не представляете, какую консистенцию имеет, блядь, чистый казеин. А у нас, блядь, я не шучу, пацаны, я не шучу. Я просто, блядь, затестил такой казеин всего неделю назад. Я, честно, прихуел сначала от консистенции, потому что, ну, блядь, это очень, сука, своеобразно. Вы как будто пьете творог. По ощущениям, да, он густой, вы пьете творог, реально, блядь. Ни один производитель спортпита такой казеин не делает. Не делает по одной простой причине, потому что это не очень, блядь, привычно для коктейля. То есть ты реально как будто жидкий творог пьешь. Вот у хардбоди, блядь, мне прислали, а не казеин. Я, блядь, его затестил. Звоню и говорю, ребят, вы че, мне прислали просроченный казеин. Говорю, ебать, он как будто свернулся, говорю, нахуй. И похож, говорю, блядь, на то, что я пью творог. Они говорят, идиоты, это чистый казеин, блядь. Ну, честно было, блядь, довольно-таки, ну, как-то, блядь, очень своеобразно его пить. Я думал, я обосрусь или еще какая хуйня. Не, нифига, вообще все заебись. С тех пор, блядь, я знаю, как выглядит, блядь, и по консистенции, что такое чистый казеин, блядь. Ну, если интересно, можете, блядь, затестить. Реально, просто у других производителей такого нет. Это не маркетинговая хуйня, вообще не маркетинговая. То есть, такой казеин сложно продавать, реально вам говорю. Потому что человек не врубающийся, ну, даже я, блядь, и тот, блядь, подумает, что что-то не то. Но при этом со вкусом-то все в порядке, да? Ну, со вкусом все в порядке. Просто какая-то очень, блядь, непривычная получается консистенция. Фэндик, мы это уже обсудили, мы все в курсе. Генетик, ансамон, ну, тоже видно, ты в теме по гормонам, раз такую ерунду пишешь. Медсестра, про компетентность, ну, да какая там хорошая, три дырки в венах и ни одного попадания, блядь. А что творожку не скушать? А что куриных грудок не скушать? А что мясо не поесть? А зачем колоться, нахуй нужен протеин, да? Ну, все понятно тоже, тогда отдыхай. Когда выступать уже осень? Да, это и так уже все знают. Вот, посмотрите, хороший производитель ему. Шавкун, давай, это уже не смешно. Короче, вот, про казеин. Так что, да, пацаны, он сильно отличается, сильно отличается от сыворотки, на самом деле, казеин по своей консистенции. То есть, если нормальная, спасибо, Санек. Если сыворотка, она должна быть жиденькая такая, лайтовенькая, то казеин, блядь, это реально тяжелый напиток. Блядь, довольно-таки густой и еще и такой, ну, я говорю, это реально напоминает, блядь, по ощущениям, что вы пьете творог. Вот, по этой причине, если хотите попробовать, это с одной стороны, я вам сейчас и рекламу даю, с другой стороны, просто, чтобы вы понимали, что это за прикол. Что лучше, я не знаю, и так хорошо, и эдак хорошо. Так это хорошо, что он долго переваривается, в этом и плюс. Генетика какой вкус, нравится из против. Я вообще, в принципе, шоколадное все пью, как-то, блядь, привычней. Вот, тогда, да, тогда покупайте себе казеин хардбоди. Изолят у хардбоди тоже довольно-таки хороший. Кстати, кстати, вот что хочу сказать. Никто, наверное, из вас на сайт хардбоди не заходил, и по этой причине вы не понимаете размер ассортимента компании, а у этой компании один из крупнейших ассортиментов. Вот, у них есть и жиросжигатели, и термогенные, и липотропные, и креатины, блядь, и глютамины, и БЦА-капсульные, и БЦА-таблетированные, аминокислоты, блядь. И что только там, короче, нету. И сейчас еще БЦА-порошковые выйдут у хардбоди со вкусом и без вкуса. Они сейчас там переделывают сайт. Я вчера позвонил и сказал, говорю, вы, блядь, с сайтом хуйню натворили. И они, короче говоря, с сайтом хуйню натворили в том плане, что убрали все места, где представлена их продукция. Я попросил, чтобы, ну, поскольку вы заходите и не врубаетесь, где их купить, как их найти, я попросил, чтобы актуализировали список представителей всех магазинов, где представлена продукция. И в ближайшее время они ее там выставят. И вообще, в принципе, я сейчас хочу посодействовать этой компании с точки зрения того, чтобы они все-таки в каждом городе были активно представлены. Потому что по качеству, ну, честно вам скажу, по качеству очень высокого качества продукция. Вот просто охуеть, какого высокого качества продукция. Потому что, как правило, если честно, ну, блядь, производитель же экономит. Или, блядь, на том сырье, или на этом сырье. А, ну, как бы на деле это делается для того, чтобы увеличить дельту. Для того, чтобы можно было производить за рубль, а продавать за два. Да, в случае с хардбоди этого просто не сделать. То есть, компания, блядь, производит за рубль, а продает вам за один и два. То есть, блядь, очень низкая дельта в связи с тем, что очень высокая стоимость исходящего сырья. То есть, на выходе и товар получается очень качественный, блядь. Ну, если на него много накручивать, то он будет очень дорогой и попадет в сегмент, как он тептел внутришину. А поскольку, как бы, ну, они не хотят этого, они наценивают очень мало. Поэтому, ну, блядь, вы сделаете большое дело, если просто элементарно на пробу возьмете себе хотя бы, блядь, одну банку, там, я не знаю, аминокислот, до БЦАшек, до чего угодно. И, ну, убедитесь в том, что товары, блядь, у компании реально хорошие, просто включите сарафанное радио и посоветуйте это друзьям. Это, естественно, никакой не сетевой маркетинг, это мое желание помочь компании. Потому что, например, такая компания, как Pure, да, ну, разрослась, как хрен знает что, и превратилась в гиганта. При том, что, ну, как бы, есть компании, которые, как бы вам так, блядь, помягче сказать, за качеством сырья, как сказать, беспокоятся на порядок сильнее, блядь, и пекутся о своем вот маленьком таком имени, да, и при этом не имеют, как бы, таких мощностей. Поэтому обратите внимание, блядь, именно на вот такие вещи, при том, чтобы еще, как вам честно сказать, блядь, хардбоди, вот я лично знаю владельцев компании с 2010 года, хардбоди, да, а Pure я знаю примерно столько же. Вот, поэтому, ну, в принципе, я знаю, о чем я говорю, ребят. Вот. Ну, это что касается продукции, реально. Ну, вот. Кстати, блядь, знаете, какой минус у Алексеева? Там есть один большой минус. Там нет кондеев, блядь. Вот, кондеев там нету, и в этой связи, конечно, просто там 10 раз 7 потов сойдет. Это, конечно, трэш, блядь. Вы, когда будете видос со мной смотреть, вам будет казаться, что меня маслом намазали, и поэтому я так блестю. Я в майке там, то есть вам будет довольно непривычно, вы привыкли видеть, что я качаюсь в футболке, а там я в майке буду на видео. Вот. И вы будете удивлены, реально, блядь. Там выгляжу, как будто меня маслом намазали, такой блестящий весь, блядь. На самом деле это просто пот, там очень-очень душно. Я не отношусь к моей протеине никак, у меня нет с ними контракта. Ответь. А-а-а, утром лучше изолят или сыворотка? Изолят всегда лучше, но он всегда дороже. Кто там на фото, это уже вопрос из лохматых 80-х. На этот вопрос отвечалось ровно столько же раз, сколько лет прошло с тех пор. Так, сколько времени-то уже? Время час, пора пожрать. Нет, не смотрел эти танцы, девочка. Маленькая девочка. Как относишься, в общем, к генетикам? Хорошо отношусь к генетикам. Продукцию компании, блядь, я тестил уже очень давно. Некоторые продукты использовал точно так же уже давно, в том числе и БЦАшки. Извините, Валерий, надо бежать. Удалять не будете запись? Не знаю, подумаю, возможно, не буду. Константин, беги, конечно. Ой. Что-то чешется мой нос. Лишь бы это не понос. А может, буду я бухать? А может, буду я курить? Я не знаю вовсе даже совсем честно. Удаляй все к ебеням, говорит мне сейчас Шавкун. Ну, какой же ты подонок. Вчера с мужем пересматривали. Кого? Мою трансляцию? Да лучше бы вы фильм посмотрели. Кальян, курю. Шмаль, курю. Это Шон Рэй. Что можно сказать о фирме БСН? А что сказать о фирме БСН? Они все знают. Выпил, покури. Покурил, нюхни. Нюхнул, поспи. Поспал, посри. Посрал, пожри. Жизнь бодибилдера. Да. Здорово, Диего. Шон, конечно. Конечно, Шон. И, конечно же, Рэй. Где у тебя жена? Что ты пристала ко мне? Вот скажи. Постоянно один. Я не работаю. Я разъебаю. Все кругом работают. Что-то непонятного. Ролевые игры были у кого-то с твоей трансляцией. Ну да, это, кстати, прикольно. Прости, пожалуйста. Прости. Привет. Нравлюсь я тебе. У тебя есть муж? А, я нравлюсь и тебе, и мужу? О, щит. Это проект Лев против. В натуре хотите меня в свои ролевые игры, значит, пригласить? Или только ты хочешь меня пригласить? Как руки увеличить? Как качать? Нужно всегда хорошую форму держать. Антропометрию. Ну а что ты смайлики-то шляшь? Ты не ответил на мой вопрос. Отвечай. Я честно тебе скажу, у меня не стоит. Я все делаю рукой. И язык тоже не применяю. Он у меня шершавый. Я ведь не всегда был в хорошей форме. Зато теперь я в ней. Без разницы, когда набирать. Вообще значения не имеет. Ой, блин. Сейчас поем. Что бы съесть? Да я бы так не сказал, Диего, на самом деле. Летом просто надо больше пить. Ох, шавку. Какой же ты шалун. Блин, мне почему-то кажется, что за данным пользователем находится маленький тролль. Маленький такой, 16-летний тролль, который говорит, я девушка, съешь меня. А в какие лунные сутки, блядь. Это хороший вопрос. Прикki Odyssey. Какой лунный сутки. Продолжение следует...